Микс Ньюс. Добрый день, здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Олег Пекай. Я очень рад, что сегодня мне выпала такая, ну, честь. В рамках программы «Разворот» выпустить плавание по эфирным волнам наш новый проект. Это программа «Подоплёка». И Людмила Прибыльская, которая ведущая, уже дальше будет стоять у руля этой программы. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Нам помогает звукорежиссёр Евгений Копеин. И если у вас будут вопросы, программа «Подоплёка». Я думаю, что многие слышали ролик-анонс, в котором мы уже говорили о том, что эта программа будет пытаться заглянуть в самую суть событий, узнать подоплёку, что же стоит за тем, что мы, может быть, наблюдаем какие-то внешние проявления, а на самом деле какие-то глубинные причины, которые их вызвали, находятся где-то под скрытой частью айсберга. И, конечно, не забывайте звонить на протяжении программы 67-213-93-9. Ну и вот о теме сегодняшней программы Людмила Прибыльская сейчас расскажет. Буквально позавчера, 21 мая, Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке впервые за 10 лет начала обсуждать тему развития науки в Латвии. Свои проекты представили Ассоциация молодых учёных и Совет по науке. Они напомнили, что по финансированию исследований Латвия отстаёт не только от среднеевропейского уровня, но и от балтийских стран. То есть мы на самом низу пищевой цепочки находимся. Как это произошло и можно ли вернуть Латвии научный престиж? Может ли Латвия привлечь ведущих исследователей, профессоров, если предложат им зарплату 150 тысяч евро в год? Эту тему в студии Радио Болтком сегодня обсуждают ведущий исследователь Института физики твёрдого тела Латвийского университета, доктор физики Дмитрий Бочаров. Добрый день. И основатель бизнес-школы Ресеба, доктор наук Борис Владимирович Куров. Добрый день. На прямой телефонной связи с нами будет сотрудник лаборатории Метамотор, докторант Берлинского университета имени Гумбольта Полина Арбузова. С ней свяжется наш звукорежиссёр Евгений Копей. Ну, чуть-чуть попозже, да. Как известно, Латвийская СССР была одним из ведущих центров науки в Советском Союзе. Каково было отношение власти к науке и образованию после восстановления независимости, наверное, может рассказать Борис Владимирович Куров, который как бы сам из академической среды вышел и работал в Латвийском университете в советское время, и затем фактически в этой сфере оставался всю свою жизнь. Вот каково было, каково ваше наблюдение о том, как науку пестовали у нас в Латвии? Вы знаете, я должен сказать, что в советское время это был вопрос номер один. Он регулировался даже финансово. Я помню, когда я проработал после окончания университета старшим преподавателем и получал, по-моему, там 170 рублей, ко мне подошла заведующая кафедра и сказала, Борис, у тебя семья и ребёнок, ты их кто-то не любишь? Я говорю, я люблю. А почему ты не доктор? Я говорю, а когда доктор? Я говорю, ну всё, возьми полгода отпуск, давай мы сейчас с темой разберёмся, вот тебе руководитель, поезжай в Москву. Там я объездил много вузов, поскольку был слаб в математике, мне надо было найти человека, который согласился бы быть без диссертации, без математики. Поэтому это исключительно поощрялось. И если ты только начинал это делать, у тебя была широкая дорога, потому что ты мог подниматься всё выше и выше. Я в конце концов оказался зампроектором, председателем союза университета. А сколько лет вы стали зампроектором? Ну, это было примерно через 6 лет после окончания вуза. Но я был когда-то спортсмен, поэтому вуз закончил поздно. Это было, наверное, мне было 35-36 лет. Да, потому что я сначала был замдекана и так-так. Всё, всё. Это был живой организм. И что случилось потом? А потом случилось то, что у нас произошли большие перемены, и мы оказались, ну, если можно так сказать, в Европе. Но образование осталось прежним, потому что в Латвийском университете, до многих вузов государственных, это была профессия. Ты туда приходил и там умирал. Тебя провожали на кладбище. Поэтому в университете был и мой коллега, мой закурсник. Он читал экономику, политэкономию. Ну, наступило новое время. Он стал читать управление экономикой. И когда я его пригласил, шутя, шутя, зная, что он провалится к себе в школу, и сказал, я тебе заплачу любые деньги. Ты же профессор, ну как же так? И его спросили, профессор, а вы когда-то занимались бизнесами менеджментом? Нет. Ну, так что вы к нам пришли? Нам нужны советы. Понимаете? То есть наступило время практического образования. Но в то же время, вот, я думаю, что и сейчас еще работает моя заведующая кафедра, несмотря на то, что она гораздо меня старше, а я уже старик. Поэтому вот был необходим переход на совершенно другое образование. И это нужно было сделать. У нас был лозунг, когда мы создали свою школу, это был лозунг «Путь к международной карьере». Понимаете? Поэтому мы искали, сразу нашли партнеров в Англии. Это был Манчестерский колледж сначала, потом Софорский университет. Мы сделали на английском языке программу MBA и так далее, и так далее. Хорошо. С точки зрения государства, вот если вы говорите, там, в советское время это был вопрос номер один, то что произошло с переходом к независимости? Ну, с независимым произошло разрушение всей сложившейся структуры, например, производства. Деньги были, ну, денег не было, потому что это всё распродавалось, всё там, и пароходство продали, я очень не знаю, по карману, кто куда. Понимаете? И повернуть, вот почему я создал свой вуз? Потому что повернуть этот корабль университетский и изменить в нём что-то, было практически невозможно. А с финансированием что было? И с финансированием было очень плохо, но было в Латвии вообще такое, ну, трудное время с финансированием. Это уже не сравнить с теперешним, поэтому это тоже было так, понимаете? И с такими кадрами, которые, ну, перешли от социализма к капитализму, было очень сложно. И поэтому вот молодёжь пошла в эти частные вузы. И мы создали конкуренцию. То есть молодые академические кадры, они устремились в частные вузы? Они пошли, да, и академические кадры, и студенты. Ну, например, вот давайте сравним. В моём вузе есть факультет архитектуры. И в политехническом есть факультет, старинный, давний. Но в политехническом обучают на латышском. А у нас обучают и на английском. То есть для наших студентов мир архитектуры – это весь мир. Мир. То есть сюда можно пригласить любого преподавателя из любой страны, их отправить куда-нибудь туда-сюда, и вдруг архитектура только на латышском языке. Понимаете, я не против этого, но всё-таки старшие курсы должны были быть на английском языке. И то же самое управление бизнесом, менеджментом, всё это должно быть европейского уровня. Всё это должно быть… Понимаете, вот у нас есть программа, но я ещё раз, я не рекламируюсь вуз, я не рекламируюсь. Я просто хочу сказать, у нас есть программа двойных дипломов. То есть в чём это заключается? Судент учится у нас четыре года, три года. Всего программа четыре года, да? Он три года у нас, на последний четвёртый курс уезжает примерно в любую европейскую страну, у нас 36 партнёров, там защищает диплом. О чём это говорит? О том, что тот вуз европейский признаёт мои три года. Мои три года, что это соответствует его уровню. Теперь он там получает диплом, приезжает к нам, у нас защищает этот же диплом, ну, по нашим правилам, конечно, чуть-чуть по-другому, но по нашим правилам, у него два диплома. Хорошо. То есть это подтверждение уровня. Вот что нам нужно. Вот на той же комиссии Совет по высшему образованию продекларировал, что нам нужно наши университеты довести до уровня топ-500 мирового. Вот это реально, как вы считаете, и каким образом это сделать? Я вас поймаю на слове, хорошо? Этот Совет существует больше 25 лет. Я помню, когда мы только основали, и я пытался там получить аккредитацию, я дрожал, шёл туда, как на Голгофу. Я даже не знаю, как я шёл туда, потому что это будет великое. Но потом случилось так, что я пять лет в этом комитете работал. Итак, он больше 20 лет существует, а вы сказали, он впервые поднял вопрос о науке. Понимаете? То есть это занимается, ну как можно говорить о таких вещах и говорить о серьёзности Совета, если у нас каждый год-два меняется министр. Шадурский решил убрать русский язык, убрал и ушёл. Теперь все последствия будет ощущать страна. А он же за это уже не отвечает. Он уже не отвечает. Следующий министр подхватил знамя. Подхватил знамя, потому что деться некуда. Потому что всё-таки национальный вопрос у нас – это серьёзный вопрос. И партия серьёзная. Поэтому сейчас восстать против этого трудно. Но как же привлечь молодёжь? То, что в латвийском образовании и науке нехватка средств и, можно так сказать, почти катастрофическая ситуация, признают практически все. Мы можем послушать, наверное, сейчас мнение ректора Рижского технического университета Леонида Рыбицкого по поводу того, как это произошло. После 2009 года, когда в один месяц нам половину денег отняли, грубо, везде всё, немножко прирост имеется, но не в высшем образовании, не в финансировании высшего образования. Образование в Латвии финансируется практически меньше всех стран в Европе. Например, у нас на всё образование полмиллиарда, ну, немножко больше там, 500 миллионов. А в Эстонии, где почти в два раза меньше жителей, население, миллиард 200 миллионов. Два, почти два с половиной раза больше. А в населении наполовину меньше, значит, в четыре раза больше. Любой эксперт в СНН, везде, где, что делать, чтобы государство развиваться, как выйти из кризиса, инвестировать в образование и науку. Первое, что отвечает. Почему тогда, когда был кризис, эстонцы не отняли денег от высшего образования? Шведы увеличили на 10% финансирование в то время, в 2009 году. Норвежцы даже 15% увеличили, финны увеличили, а здесь наполовину снизили. Потому что приоритеты, умные головы, там 3-4 собрались и решили. Так что это политика, чтобы мы закупали с высшим образованием людей от Белоруссии или откуда. С другой стороны, уже не приедут на такую зарплату. Вот такое мнение ректора Рижского технического университета. Да, но перед нами в студии сидит Дмитрий Бочаров, который доктор физики, который исследователь. И всю свою научную жизнь он провел в Латвии по разным обстоятельствам. Ну, я имею в виду, как место постоянного жительства. Дмитрий, вот как реально вы ощущаете проблемы молодого ученого в нашей стране? Видите ли вы какие-то перемены к лучшему? Каковы пути, так сказать, выхода из этой ситуации? Да, ну, как может быть, я добавлю в начале комментарии про начало 90-х. Очень, да, я как бы, естественно, в то время не работал в науке, но я сейчас вижу очень ощутимо следствия. И одно из серьезных следствий науки в Латвии, что сейчас, если мы посмотрим возрастное распределение ученых, то есть, сколько ученых какого возраста у нас есть в Латвии, мы видим структуру, напоминающую двухгорбового верблюда. То есть, у нас есть большое количество людей, которые старше 60, ну, 60, 75, 80, которые все еще что-то делают, но постепенно, конечно, уходят в силу естественных причин. И у нас есть второй пик, который начинается с 40 и младше. То поколение в науке, которое наиболее активно во всех странах, это 40-60, оно в Латвии почти вымерло. По каким причинам? В начале 90-х финансирование не настолько перекрыто, что его просто не было. И, значит, те, кто хотели остаться в науке, они были ученые хорового уровня, у них уехали за границу. Те, которые хотели работать в Латвии, они в основном уфлили в бизнес. И поэтому сейчас в Латвии очень сильно потерялась преемственность как таковая. И это большая проблема. Одно из последствий просто сидит прямо перед вами. Я закончил историко-архивный институт, защитил диссертацию, кандидат исторических наук, вернулся в Латвию, работал в государственном архиве. И в какой-то момент стало ясно, что нужно чем-то кормить семью, и вот, собственно, я и здесь. Да. То есть, и проблемы, которые характерны для науки в Латвии, нельзя сказать, что эта проблема связана только с молодежью. У нас есть системные проблемы, на мой взгляд, которые постепенно... Некоторые из них осознаются и решаются, но некоторые по-прежнему остаются нерешенными. То есть, вот я перед эфиром поднял некоторые данные. Вот Олег Красноперов из Латвийского банка сделал анализ количества публикаций в зависимости от финансирования. Но выяснилось, что там почти линейная зависимость. То чем больше денег, тем больше публикаций. Если я посмотрю на то, сколько денег в науке дается Латвии как таковой, я вижу, что мы конкурируем с двумя европейскими странами. Это Болгария и Румыния. Если мы посмотрим статистику по публикациям в прибалтийских странах на количество людей, мы видим, что в Литве это примерно вдвое больше, чем у нас в расчете на одного человека. А в Эстонии примерно в 3-4 раза больше. Если я посмотрю дальше, сколько денег они получают, но они получают сопоставимо больше. Для молодых ученых наиболее трудно в Латвии то, что финансирование должно выделяться системно. То есть, нельзя так, чтобы ученого кормили один год, а потом два года, ну, потерпите, потом мы начнем новый конкурс грантов. Сейчас очень хорошо, я вот сам сейчас работаю на проекте молодого ученого. Латвия начала такую инициативу, как программа постдокторантов, которые приняты во всех странах. Идея такая, что человек защищает диссертацию, то есть, получает доктора, за рубежом это PHD называется, и после этого у него есть возможность углубить свои знания, чтобы стать уже полностью самостоятельным специалистом. Для этого требуются, конечно, деньги. Ну, вот я поработал постдоком в Швейцарии полтора года и вернулся в Латвию, и здесь тоже запустилась эта программа, которую я выиграл. Там прецеденты могли быть те люди, которые защитились не раньше, чем пять лет до момента подачи проекта. Большой был конкурс? Конкурс был достаточно большой, статистика есть на странице министерства. Ну, процентов, по-моему, каждый пятый проект. Я вот боюсь соврать, но, по-моему, каждый пятый проходил. Ну, и сейчас вот я был участником первого кола, как это по-русски. Ну, и сорок. Первого созыва. Первого созыва, да. И сейчас вот уже третий начался, и там постепенно уменьшают требования к бюрократии, что, конечно, хорошо. То есть, да, это вот одно из таких полезных вещей, что осознается проблема, что молодых ученых маловато, и выделили на них конкретно денежную программу. Мы вернемся к рассказу Дмитрия после перерыва на новости, а сейчас призываем вас не переключаться и звонить к нам в студию по телефону прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Продолжается программа «Разворот» сегодня. Сегодня это программа «Подоплека», и сегодня мы говорим о проблемах образования в Латвии, Людмила Прибыльская ведущая программы, звукорежиссер Евгений Копеин, ну, и вот Олег Пеков немного помогает. Тогда продолжаем разговор и... Перед перерывом мы говорили с Дмитрием Бочаровым, исследователем Института твердого тела Латвийского университета и доктором физики. Физики твердого тела? Да. Института физики твердого тела. Хотелось бы, чтобы тело всегда было твердым. О том, что нельзя решить вопросы развития науки просто денежными вливаниями, даже если вдруг они нечаянно произойдут. То есть, есть некие системные проблемы, которые нужно, очевидно, системно решать. Вот как это делать? Да, ну, кроме того, что деньги-то требуемые условия, и, как я сказал, что у нас существует чем больше денег, тем больше обычные показатели. Второй важный вопрос – это стратегически понять, как распределять деньги. Потому что, по сути, сейчас, да, мало кто понимает из обычных людей, как вообще происходит распределение денег. В западных странах обычно есть некая стабильная профессорская оплата. То есть, если человек достиг некой должности, то это гарантирует ему оклад. Естественно, для того, чтобы он вступил на эту должность, к нему должны предъявиться строгие требования. То есть, он должен их выполнить, и только тогда он может претендовать. Но тогда он уже может, имея некий гарантированный оклад, добывать то, что называется грантами. То есть, конкурировать сейчас в основном мы в ЕСМК. То есть, профессор сегодня это, типа, коми-вейджор? Профессор – это лидер группы, который привлекает людей, привлекает финансирование. Он подает проекты. Как правило, сейчас все ученые уже конкурируют за большие деньги в одном европейском котле. Не читая каких-то локальных программ по странам. И, естественно, чтобы выиграть большой европейский проект, например, Horizon 2020, вот заканчивается программа, у человека должно быть хорошее CV, потому что его будут сравнивать с другими профессорами из всех стран. Естественно. Ну, и ведущими исследователями, если относятся к институтам. И у нас есть такая проблема, что если человек получает, например, должность ведущего исследователя в институте, оно не дает ему никаких гарантированных денег. Оно дает ему только должность. Ну, на основании количества ученых в институтам от государства приходит так называемое базовое финансирование. Но даже если его поделить по головам, то оно явно недостаточно, чтобы покрыть позицию хорошего профессора. Что такое недостаточно? Вот если Совет по высшему образованию говорит о 150 тысячах, то что сегодня реально имеет вот такой исследователь, руководитель группы? Надо считать, ну, например, я думаю, что речь может идти о сумме 400-500 евро на голову. В месяц. В месяц, да. Брязными. Да. Ну, что, конечно, достаточно смешная сумма. Ну, как бы у нас подразумевается, что... Да, я и так только в том случае, если институт решит отдать деньги, а не потратит на какие-то средства. Потому что базовое финансирование может использоваться по-разному. Может передаваться лабораториям, чтобы они платили зарплату, а может использоваться для других средств. То есть, может вообще не быть зарплаты никакой. Формально может не быть, да. И предполагается, что ученые будут добывать дополнительные какие-то гранты. Но гранты – это всегда некая степень удачи. И, естественно, может быть ситуация, когда хороший ученый получил оценку гранта выше порогового уровня, но дали только самым-самым лучшим. А он остался там за чертой, но выше той границы, когда проект считается хорошим. И, значит, он внезапно оказывается без денег. И вот такая системная проблема характерна для того, что у нас нет строгого оклада для конкретных лидеров даже своих направлений. Вторая проблема – что, безусловно, лидеры должны быть оценены так, чтобы это были компетентные люди, которые хорошо смотрятся на европейском уровне. У нас есть и проекты, которые распределяются внутри Латвии, например, латвийские гранты. Очень хорошо, что министерство некоторое время назад, по-моему, лет 5-7 назад, начало делать так, что латвийские гранты оцениваются зарубежными экспертами, наконец-то. Потому что до этого, когда латвийские гранты оцениваются латвийскими учеными, это очень такая… Местечковость. Местечковость. Тем более, если я работаю в какой-то области, я там всех знаю. Это был хороший шаг. Но есть проблема, что денег там все равно мало. То есть, есть много хороших проектов, а финансируется только малая часть от них. И еще одна вещь – это, в принципе, все стратегические вопросы развития образования. Например, присвоение диссертаций и руководство диссертациями. В них вовлечены так называемые эксперты Латвия-Зенатнаска-Падонна. И к ним есть определенные требования. Вот если я смотрю эти требования, мне очень грустно, что они достаточно низки. И это вызывает большую проблему. Там… А судьи кто? Да. То есть, в данный момент судят уже зарубежные эксперты. Но всякие комиссии, руководство, профессиональных советов и так далее. Оно состоит из экспертов. И там, чтобы человек был экспертом, у него должно быть несколько публикатов за последние три года. Три. При этом у него должно быть хотя бы одно цитирование. Ну, что это значит? Что хотя бы одну его работу процитировали один раз. Ну, извините, мой магистрант, заканчивая магистратуру, имел Хершиндекс-2, не имея еще диплома о высшем образовании, по сути. Ну, и, безусловно, требования надо повышать, на мой взгляд, чтобы что-то улучшить. То есть, специально эти требования занижают для того, чтобы хоть кто-то работал в этих советах? Да. Вы знаете, в Америке их нету. Нету. Потом есть, существуют такие направления науки, даже в экономике, в менеджменте, что здесь нет специалистов. Кто бы мог вот это здорово оценить? Понимаете, здесь, вот я согласен с коллегой, абсолютно, вот, и уберу его слово, как цитирую его, это должно быть системное изменение, системное изменение в образовании и в науке. Понимаете, если частный вуз, который все, создали частные лица за свой счет, приносят абсолютную пользу докторантов, есть докторантура, есть докторанты, есть студенты, почему он вообще ничего не получает, никаких денег? Мало того, его преследуют, потому что он конкурент государственным вузам. Все государственные вектора против них, конечно же. Конечно же. Это вот один вопрос. Теперь второй системный вопрос. Но есть такие предметы, в которых нет докторов. Например, там, вот все касается биржи, да, вот финансовые, там, биржевые, там, вот такие цифры. Значит, но мне же надо иметь пропорцию. Я должен иметь столько докторов наук, иначе я не получу аккредитацию. А мне нужен специалист без докторского, он выше доктора, понимаете? Доктор – это не панацея. За границей многим, кто не доктор, но пришел на должность и присваивает ему звание профессора или там доцента до тех пор, пока он преподает. Понимаете? Потому что он специалист, нужный специалист. Хорошо. Мы сейчас вот немножечко отвлечемся от проблем Латвии и попробуем связаться с нашей Полиной Арвузовой, которая работает в Берлине. Она расскажет, как выглядит ситуация там в науке. Но пока мой вопрос еще к Дмитрию. Видите ли вы потенциал среди молодежи, желание идти в науку вот этих пытливых умов? Или то, что в свое время было, так сказать, отменено обязательные экзамены по физике и химии, сыграло такую роковую роль в том, чтобы… Роковой роли не сыграло, потому что, если я посмотрю на… я рассказывал о двуговом распределении, и у нас достаточно много молодых, которые идут в науку. С другой стороны, достаточно все печально на, естественно, научных дисциплинах в вузах, потому что студентов там каждый раз недобор, потому что это непрестижно. И еще одна вещь, которую стоит поднимать и рассказывать, очень мало кто понимает вообще, как работает система образования на всех уровнях. И очень часто, если, например, напишут что-то про науку в Латвии из комментариев, опять эти бездельники деньги себе просят. Надо рассказывать и популяризировать науку на всех уровнях, на мой взгляд, чтобы и простые люди понимали, чем занимаются ученые. У нас есть звонок в Берлин, и Полина с нами на прямой связи, сейчас мы с ней переговорим. Полина, вы нас слышите? Добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Полина. Вы занимаетесь сугубо академическими исследованиями, которые, может быть, еще не скоро обретут какую-то практическую пользу. Как сегодня финансируются такие исследования в Германии? Почему вы выбрали именно Германию? И какие вы видите перспективы для себя в будущем? Можете ли вы, например, как уникальный специалист своей области вернуться в Латвию при каких-то обстоятельствах начать работать здесь, продвигать свою научную тему? Да, первый вопрос, это был то, почему я выбрала Германию. Я сначала приехала в Берлин в магистратуру. Я выбрала Берлин, потому что это очень хорошее место для моей именно области. Я занимаюсь когнитивной нейронаукой. Это область на стыке психологии, биологии, медицины. И здесь, да, очень много происходит именно исследований в моей области. Плюс есть хорошие возможности образования. Даже магистратура была, в принципе, бесплатной для меня. И, да, мне очень понравилось здесь. Мне понравилось сообщество ученых. И этот город комфортный для жизни. Поэтому я решила остаться на докторантуру именно здесь. Про финансирование. В основном, да, это гранты. Плюс, конечно, есть фиксированные позиции, вот как Дина упоминала, для профессоров, например, при инвеститах. Есть какие-то фонды, которые финансируют тоже научные исследования. Моя позиция, например, финансируется от одного фонда. Ну, это вопрос традиции. Государство, его приоритетов, вот, почему, допустим, Германии можно, а Латвии нельзя? Ну, я думаю, да. Во-первых, приоритеты. Во-вторых, конечно, возможности. То есть, мне кажется, в Германии более-менее какие-то базовые потребности людей покрыты. И поэтому, да, можно какую-то часть денег тоже оставлять и на какие-то более фундаментальные исследования, которые не имеют никакого такого прямого влияния на какие-то развития технологий. То есть, мне кажется, у меня довольно такая специфическая область. И, в отличие, может, от каких-то связанных физики, сложно представить какие-то непосредственные результаты. Приложения, скорее. Да, приложения, да. Хотя, в общем-то, очень много есть клинических приложений, то есть, чем занимаемся. Хорошо, Полина, вот я знаю, что вы в прошлом году или в начале этого участвовали здесь в научной конференции по редким заболеваниям в университете Страденья. Ну, увидев вас, как исследователя Берлинского университета, возможно, наше научное сообщество стало хватать вас за рукава и кричать, давайте, давайте к нам быстрее, быстрее, мы вам дадим поле деятельности, работайте только в Латвии. Было такое? Нет, не было такого, если честно. Хотя, конечно, были предложения в Батолеевском Сатуре, естественно, скорее, просто в Пании приехать рассказать о чем-нибудь. Но нет. И, на самом деле, меня немножко отпугнуло то, что довольно много было каких-то разговоров и комментариев про латвийскую науку, про какие-то такие вот национальные моменты. Я очень, я придерживаюсь той позиции, что наука не имеет национальности, как не имеет национальности таблицы умножения, мне кажется, Чахов говорил. Поэтому мне, если честно, все равно, где работать, где есть хорошие условия, где мне комфортно жить, я там и буду работать. То есть, да, именно конкретно каких-то патриотических чувств, какого-то желания поднимать конкретно латвийскую науку у меня нет. Спасибо вам, Полина. Желаем вам успехов в ваших исследованиях головного мозга. Именно этим вы занимаетесь. И будем ждать вас все-таки с выступлением на конференциях здесь. Да, еще, наверное, хотел бы прокомментировать одну вещь. Полина сказала о своей области, это нейросайенс и так далее. И нужно понимать еще одну специфику. Иногда задают вопрос, почему Латвия не Кембридж, например. Ну, потому что Кембридж – это много денег, и они имеют множество направлений, у них есть очень широкий выбор, и они собирают лучших студентов, профессоров со всего мира. Есть ли в Латвии какие-то группы мирового уровня? Да, но есть только в очень ограниченном количестве областей. Например, у нас сильная группа по экзавс мирового уровня. У нас в университете есть… По точным наукам, то есть? Ну, по разным наукам, но я просто могу перечислить. Например, есть профессор Амбайнис и квантовые алгоритмы в Латвийском университете. Там четверть того, что делается в мире, делается в Латвии. И у нас сильные органики. Из органического синтеза. Да, и там действительно есть много работ мирового уровня. Но есть области, в которых из-за того, что страна маленькая, там вообще никого нет. Поэтому если студент хочет, например, заниматься нейросайенс, то в Латвии у него практически нет возможностей… Но он же может стать основателем этой дисциплины у нас. А где он выучится? То есть, единственный вариант – это поехать на Запад и потом, если кто-то посчитает, что это направление Латвии нужно, то можно попытаться его вернуть, дать ему большой грант стратегии развития. И тогда может что-то получиться, если мы действительно хотим развивать какую-то новую область. Но тут важно именно поддерживать те сильные области, которые у нас есть, чтобы они были… Но, может быть, в этом как раз и смысл, если мы представляем единую Европу, распределять, чтобы не было дублирования в каких-то областей науки. Ученые, например, одной страны сильны в одной области, ученые в другой стране в другой. Ну, если условный Кембрич силен практически во всем. Ну, и потом это подразумевает миграцию. Понимаете? Если у нас есть какие-то цены, к нам это сильно приехали. А там, где у нас слабо, они уехали. Поэтому вопрос не то, чтобы к нам приехали, чтобы от нас не уезжали. Понимаете? Сохранить население, молодое население – вот задача, которая стоит. И поэтому худо-бедно, но основные направления – это нельзя взять и специализироваться, например, на органике или на программирование. Это все равно нам нужны и психологи, и биологи, и менеджеры, и экономисты. Они нужны, и они тоже должны получить вот эту научную базовую составляющую. Борис, а Вы вообще вот как человек с опытом работы в Совете по высшему образованию видите перспективу получить какие-то дополнительные средства, чтобы хотя бы это финансирование науки вышло у нас на уровень 2008 года? Вы понимаете, я ехал из Лепаи недавно и стоял 10 минут, потому что неслись военные машины и танки. Мы должны защищаться, а не развивать науку. Понимаете? Это нужно сделать абсолютно и другие приоритеты. Поменять ту трату денег и то лизание там, не знаю, НАТО или кого-то, что мы должны там 0,2 или 2% отдать и все, и это мы делаем по звонку там из Вашингтона. Мы должны создать именно, то есть должен появиться лидер в стране, который увидит ее силу, ее возможность сконцентрироваться на развитии молодежи. Вот что мы должны сделать. Потому что общество-то стареет, пенсионеров очень много, кто их будет кормить. И отсюда большие траты на содержание пожилого населения. Понимаете? То есть это, я даже не знаю, как эту проблему решить. Спасибо большое нашим гостям за участие в этой передаче. Спасибо Полине Арбузовой за ее комментарии о науке в Германии. Хочу в завершении передачи сказать, что та же Ассоциация молодых ученых привела результаты опроса молодых специалистов, которые сегодня работают за рубежом. Так сказать, научная диаспора Латвии, в ней участвовало более 200 человек. К сожалению, результаты этого опроса не внушают особого оптимизма, потому что только 16% опрошенных сказали, что они готовы точно или при каких-то обстоятельствах вернуться и работать в Латвии. Более 50% сказали, что они не сделают этого ни при каких обстоятельствах. Но есть 25% колеблющихся. И вот для них, если комиссия по образованию все-таки от слов и прекрасных проектов о топе 500 и о молодых исследователях перейдет к делу, а это именно найдет финансы, пусть там какие-то 16 миллионов, которые просят на этот первый этап пилотной программы, или может быть больше, для того, чтобы научные кадры действительно увидели какой-то свет в конце тоннеля и возможности работать, чтобы эти колеблющиеся все-таки рассмотрели такую возможность и подали заявки на гранты в Латвии, и Латвия получила бы еще несколько научных центров, котирующихся на мировом уровне. Чтобы люди, которые уехали на Запад, нормально ездить, нормально стажироваться. Но очень важно, чтобы знания, которые приобретены за границей, могли быть каким-то образом возвращены. Здесь развиваться, да. Понимаете, продолжение этих знаний. Не то, что он приехал и знает, а чтобы он мог развивать это знание и передавать другим. Вот что важно. Спасибо вам за участие, спасибо Олегу Пеке за напутствие и премьеру нашей программы. А мы встретимся в следующий четверг в 12 часов с темой о том, откуда взялись миллионы у нашего премьер-министра Кариньша.